ДИЗЕЛ ШОУ Начнём разбор полётов. Начнём с вас, лейтенант. Какое у вас было задание? Я должен был внедриться в стриптиз-клуб и принести доказательство, что они оказывают незаконные сексуальные услуги. Внедрились? Два раза. Да, я видел, в вашем рапорте это написано. Да, оно написано. Да, но об этом же ещё написали все газеты. Сотрудник спецслужб в стриптиз-клубе рассчитывался деньгами из госбюджета. Один раз из госбюджета. Второй раз я отдал жил у жены. А с вами что, была жена? Нет, она меня на карту перекинула. Я это прочитал. Ну зачем она указала причину платежа? Мужу на секс. Ну рассказывайте. Как проходила ваша операция? Я зашёл в бар. Да, дальше? Ну и подошёл к бармену. И? Ну и спросил у него такое, кто почём. Вот так вот. А он? Он сказал. А вы? Я говорю, ни хрена себе, мы столько в полиции не зарабатываем. Хорошо, дальше что было? Дальше я начал вести наблюдение. За кем? За стриптизёжей. Наблюдал, наблюдал. Наблюдал, наблюдал. Наблюдал, наблюдал. И? И заказал приват. Ну, пока всё согласно разработанному плану. Но как случилось так, что вас раскрыли? Не полностью. Только до пояса. Я не об этом. Как узнали, что вы из полиции? Я не знаю. Я удостоверение надёжно спрятал. Она нашла его позже. Гораздо позже. Слушайте, ну почему вы... Вообще это всех, кстати, касается. Почему вы каждый раз удостоверение в одно и то же место прячете? У нас страна в этом месте находится. Вы туда ещё и удостоверение своё дышите. Так надо давно уже это место менять. Вот каждый второй уже знает этот тайничок. Так, с вами мы позже поговорим. Продолжайте, лейтенант. Что было дальше? Дальше она сказала показать ей деньги. И? Я показал. А она? И она показала. Что она показала? Инструмент преступления. Даже два. Ну и вы, наверное, надели на неё наручники, да? Да, я надел. И арестовали? Нет, я ещё и надел на глаза такую чёрную штучку. Зачем? Это было её условие. Хорошо. Что было дальше? Дальше я начал внедрение. Какое внедрение? Неглубокое. Ну, ритмичное. Послушайте, вы должны были просто её допросить. С кляпом во рту? Я уже вообще ничего не понимаю. Откуда у неё оказался кляп во рту? Так, кляп у меня был. Короче, ну там такое заведение не совсем обычное. Ну, мне его порекомендовал начальник таможни. А, кстати, у таможенников это, между прочим, очень модный сейчас клуб. Так. Теперь, что касается вас. Что? У вас было задание внедриться в базу проституток. Ну, так я внедрилась. Чё не так? То, что вы внедрились, я вижу. Да у меня вопрос. Почему вместо рапорта вы написали заявление об увольнении? Как вы понимаете, ну, просто я за один день под прикрытием заработала намного больше, чем за год в полиции. И коллектив такой классный. Такие девчонки. И плечо подставят, и груди прикроют вот такими. Так, чтобы вы знали ваше заявление, я не подпишу. Всё. Хорошо. Тогда я буду работать на полставки. Подождите, как вы себе это представляете? Полставки полицейской, полставки проституткой? Да. Вы знаете, что, когда там узнают, что вот там вот со мной сделают? А давайте я вместо вас пойду, а? Ну, мне же не привыкать, так сказать, уже. Им, по-моему, там тоже. Так. Теперь, что касается вас. Я получил ваш рапорт. Вот. Но объясните мне, пожалуйста, как я это должен читать? Так пусть енот сам это читает. Какой енот? Ну, который диктовал мне эту шифровку. Это шифровка? Ну да, но чтобы расшифровать, надо принять. Так, смотрите, сейчас мы ничего принимать не будем. Расскажите мне, пожалуйста, какое у вас было задание. Вот. Ну, я, короче, полицейский под прикрытием, типа, наркоман. Должен был купить этих, наркотиков. И? Купили? Да, купил два грамма марихуаны. И? Ну, дальше, что, по инструкции я должен убедиться, что это марихуана. Убедились? Я абсолютно убился. Убедился. Так, хорошо. Ну, и дальше вы должны, наверное, были узнать, кто, значит, эти наркотики продает. Правильно? Да нет, два часа сидел, тупил потом все. Как легче стало, так я подумал, зачем его арестовывать, его, этого, торгаша. Марихуана-то закончилась уже. Ну, я пошел и еще купил кокс. А что вы купили? Ну, кокс. Какой кокс? Вот такой кокс. Хорошо, что было дальше? Ну, что, по инструкции я должен был убедиться, что это наркотики. Подождите, вы что, нюхали кокаин? Исключительно, чтобы не раскрыть себя и операцию. Ну, хорошо. Ну, наверняка вы тогда узнали, кто именно крышует незаконную торговлю наркотиками, правильно? Правильно. Я могу назвать его фамилию, должность и номер кабинета. Вот там по коридору слева дверь. Подождите, это что, кто-то из МВД? Это что, Оборотень, получается, да? Не-не, не Оборотень. Там другая фамилия, Анна Пэ. А что вы так удивляетесь, как будто вы не знаете, кто это? Я не знаю. Именно для этого было создано наше подразделение, чтобы мы раскрывали коррупцию в высших эшелонах власти. Ну, вот по проституции я узнала. Ну, как бы, судя по финансовым потокам, их главный акционер – это наше управление. У вас тоже? По наркоте тоже. Получается, МВД – это холдинг? Послушайте, не говорите ерунду. Так, лейтенант, вернемся к вам. Вы-то узнали, кто крышует незаконный стриптиз-клуб, а? Для этого я и пошел внедряться второй раз. Ну, уже с коллегой. А, я так понимаю, с ней, да? Не, со мной. Подождите, но у вас же было другое задание. Одно другому не мешает. И пусть и первого обычно тянет на второе. Ну, ладно, допустим, вы туда пришли, и что дальше? Не, ну и сразу пошли в комнату для привата. Вдвоем? Ну, да. Не, не в смысле мы в смысле вдвоем, а в смысле пошли вдвоем накрывать их групповуху. Группировку. Ну, да. Ну, хорошо, вы зашли, и что дальше? Ну, увидели там товарища полковника. Подождите, как товарищ полковник? Он что, нас опередил? Что он вообще там делал? Внедрялся. Подождите, куда внедрялся? В банду. Вернее, в одну из ее представительниц. А точнее, в меня. Ага. А, значит, тогда получается, что вы как бы теперь знаете, кто именно конкретно крышует эти все нелегальные бизнесы. Правильно? Не знаю. Почему? Я была спиной. Послушайте, ну, вы посмотрите на себя, а. Ну, вы же не полицейский, вы прям позор какой-то. А где, кстати, четвертый ваш агент, который работал под прикрытием в конвертационном центре по отмыванию денег в офшоры? Где он? Он сказал, чтобы вы ему больше не звонили. У него все нормально. Он уже месяц на Кипре. Значит так, смотрите, я все понял. Сейчас мы проведем служебное расследование. И я вас уверяю, полетят головы. Понятно вам? Вот я вам устрою просто это все. Здравия желаю. Здравия желаю. Что за шум? А драки нет. Что спецназ вызывать? Капитан, докладывайте, как идет расследование. Товарищ полковник, а что докладывать? Это не отдел, это прям позор полиции. Это вот в центре, да, он наркотики употребляет, да. А вот эти вот, что по бокам, сексом занимается, чтобы вы понимали. Вот так. Друг с другом? Пока нет. Товарищ полковник, я считаю, нужно сделать так. Нужно взять вот весь, провести служебное расследование, да, а потом вот каждого из них взять и вот, вот, и... Наградить. Наградить и объявить личную благодарность, в первую очередь, вам, лейтенант. Такого тройничка под прикрытием у меня давно не было. Здравствуйте. Вам отдельное спасибо за хорошее настроение. И за бодрость духа. Нищтяк, бро. А вас? Вас я не помню. А так? У-у-у! Капитан Кукушкина! Я же сержант! А теперь капитан. Разрешите вас поздравить с новым званием. Ну что ж, неплохо поработали орлы. Неплохие орлихи. Товарищ полковник, да как же наградить? А как же реформа? Как же изменения к лучшему? Мы же специально, чтобы уничтожить всю коррупцию, мы же специально начали работать под прикрытием. Ну, товарищ полковник. Капитан, а ты так и не понял? Не мы это начинали, и не нам это все заканчивать. Продолжайте нести службу, а ты уволен. Так, Сергей Николаевич, а вот теперь моя взяла, надеюсь. Ну-ка, 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 ну-ка. Не опасно. Отлично, отлично, отлично. Сергей Николаевич, а что вы не рассказываете, как у вас дела? Да все как всегда, вы знаете, Игорь Иванович. В стране стабильность. Да. Вот опять одобрили премию в миллион гривен, вы знаете. Да вы что? Ну что за сволочи сидят там наверху? Все, что не выпишешь из госбюджета, все одобривают, вы знаете. Хоть бы что-то проверили, хоть бы в чем-то отказали. Да, да. Вы знаете, у меня тоже странная ситуация. Вот нам, судьям, подняли зарплату третий раз. Да вы что? Да, за этот месяц только. А я уже не знаю, куда их девать. И взятки же тоже несут. Несут и несут. Несут и несут. А я им уже говорю, несите, несите. Они несут. Судебную реформу, что там пугали. Где она, что она? Не слышал, не знаю. Они там наверху, а нас, о простых провинциальных миллиардерах вообще не думают. Хорошо хоть вот казино открыли. Да, казино это просто отдушина. Это выход. Потому что, ну вот, деньги сколько не трачу, все равно остаются. Я уже не знаю, что делать. А знаете, я вот помотался последнее время, знаете. Кстати, где были? В Европе, в Америке, в Азии? В розыске. В розыске? И как же вы после этого свою должность вернули? Да еще и с повышением? Ну все благодаря вам, мой спаситель. Все вы же мне вернули. Да помним, помним. Как говорится, проставиться бы. Так, а я не буду откладывать долгий ящик. Любезный, сюда. Принесите-ка нам бутылочку, как его, вот этого... Во что мы в бане играем обычно? В бане играем в Секу. В Секу, да. Про Сека бутылочку принесите, пожалуйста. Хочу проставиться с друзьями. А да, скажи, пожалуйста, а вот четыре одинаковые карты, это как называется? Каре. О, мне каре из ягненка. Прекрасно. Ну что? Давайте ставлю. Так, поддерживаю. Теперь понятно, почему вы так долго на своей должности. Знаете, кого и когда поддержать. Ваши ставки? Вы знаете, я, наверное, пас. У меня пара шестерок. У генерала МВД всего пара шестерок. Даже смешно звучит. Ляпнул, извините. Вскрываемся. Вот так, Сергей Николаевич. Прошу, да, да, да. Сергей Николаевич, я вас поздравляю, вы выиграли. Та-та-ра-та-ра. Прошу вас, господа. Так, и вам. А это что? Как всегда, откаты. Ничего не меняю в жизни. Все для вас. Ой, да. Вы знаете, вот только что проиграл, да, а все равно как-то легко, свободно. Потому что казино. Вот хорошо, что сейчас в руля правильные люди. Да. Понимают, что сейчас самое главное для народа. Да, да, да. А самое главное открыть казино. Правильно? И не говорить. Вот как, как простой народ мучился без казино. Да. Ведь им же тоже минималки повышают, пенсии повышают. Куда деньги-то девать? Куда? Ну не скажите. Деньги есть, куда тратить народу. Вот слышали, бензин поднялся. Нет. Я тоже не слышал. Но секретарша мне сказала, говорит, все, ставлю свой майбах на газ. Майбах на газ? Майбах на газ. И что, выгодно? Ну, когда у тебя своя собственная скважина, то выгодно еще нет. А у меня, представляете, коллега по депутатской работе отказался от кокаина. Да, вы что? Не может быть. Представляете, сейчас в Кабмине и в Раде нужно носить маску. Ну. А он снять ее забывает. И перерасход страшный. Ужас. Все в пустоту. Все в пустоту. Ух ты, какая красота. Да. Добрый день. Простите, задержался. Вот. На ученом совете. Я думаю, вы понимаете, ученый совет это дело важное. Вот. Он все-таки не каждый день происходит. Хотя у нас каждый день, потому что Галина Кондратьевна бзик, и она решила, что будет каждый день. Вот такая ситуация. Ну вот я думаю, что в принципе, давайте я готов играть. Я прошу прощения. Там в Казятин не надо. Вот. Ну я о чем хотел сказать. Вы знаете, что интересно? Я пропущу ваш сарказм не из уважения к вам, а из уважения к себе. И все потому, что я профессор, который работает уже больше 20 лет. А удержаться на катере с Галиной Кондратьевной, это вам не покер. Тут думать надо. Я не понимаю, как его охрана пропустила вообще? А, я понимаю. Если по поводу моей одежды, то я объясню. Дело в том, что я свой выходной смокинг отдал за в кафедре химии. Его сегодня хоронят, а у нас один костюм на всех. Простите, хоронят? Ну это образно. Так у нас говорят, когда кто-то из ученых пытается пойти и выбить деньги на науку из министерства. Я, простите, конечно, это вообще кто? А, да, я забыл представиться. Альберт Карлович Нечапаренко Данилевич. В прошлом доцент, а сейчас уже профессор кафедры математики. Ух ты, простите, перхотью засыпал. Что? Интеграл вам через плечо. Послушайте, я хочу обратиться к Миле Ачерой. Так, мне нужно поменять 100 долларов на фишки. 100 долларов. Послушай ты, лошара, здесь ставка минимум 50. Вы знаете, если вы плохо слышали, то я поменял 100 долларов, а это значит, мне хватит на 2 ставки. Потому что если 50 умножить на 2, это получается 100. Мы можем посчитать в десятичной, в двоичной системе координат. Мы можем суммировать, можем чечерить систему треугольников. Но все равно, 100 это 2 по 50. Вот, если вы сомневаетесь, можете прочитать мою монограмму. Я взял ее с собой. 50 тысяч. Тысяч? 50. 50 тысяч. Тысяч 50. То есть эти два слова рядом? Ну, вы знаете, я бы на вашем месте не переживал. Я думаю, что через несколько кругов я как раз выйду на эту сумму. А он мне нравится. А давайте-ка с ним сыграем. Никогда не играл с простым народом. Да что, разденим этого чудака. Его сотку поделим на троих. Да-да-да. И я прошу прощения, молодой пожилой человек, послушайте, а можно поставить вот еще вот эти 100 долларов на зеро? Но только после того, как выпадет 3 или 6. Еще 100 долларов? О-о-о! Шикуйте, мужчина! Ну, на самом деле, я должен признаться, это не мои деньги, это деньги Галины Кондратевны. Она, правда, еще не знает, что я дернул у нее сотку. Но, с другой стороны, я просто взял и расписался за нее в бухгалтерии. Я так выбором выиграл. А, да, кстати, и еще не забудьте, пожалуйста, после того, как выпадет зеро, еще раз все поставьте на зеро. После зеро еще раз на зеро? Да. Знаете, молния два раза в одно дерево-то не бьет. Ну, вы знаете, я бы с вами поспорил. Галина Кондратевна молния два раза била, да. Вот, причем, что интересно, один раз шаровая, а второй раз от штанов. Ну, это мы экспериментировали по молодости. А когда, кстати, сыграет все, половину поставьте на нечетное, а вторую половину на 22. Это день рождения Галины Кондратевны. Ну, на самом деле, у нее 19-го, но в этом году решили сэкономить мы и перенесли на выходные. Не боитесь сотку-то профукать? Чай месячный оклад. Вы знаете, как говорят лаборанты в кабинете химии, кто не рискует, тот не пьется 2H5OH с пузырьками. Чего? Шампанское через плечо не очень. Кстати, все напитки за счет заведения. Ой, слушайте, это так здорово. Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас вот это вот... Это же кому? К вам? Вот к вам, мужчина. Скажите, а есть ли у вас французское вино с южных складов Франции где-то года 1937-го? Это год рождения Галины Кондратевны. Хотя на самом деле она 27-го просто молодец. Ну, думаю, найдем. Как здорово. Тогда мне морковный сок. Ну, просто, понимаете, у меня от вина аллергия. У меня все лицо пятнами покрывается. И Галина Кондратевна говорит, ну иди сюда, мой долматинец. Ну что, давайте играть? Так, давайте. Ну, как говорится, я в игре... Поддерживаю. Скажите, а три одинаковых это что? Это высокая комбинация, обычно об этом не говорят вслух. О, поэтому я и молчу, да. Ну что, профессор, давайте-ка быстрее. Вы знаете, в отличие от некоторых Никишин, я пытаюсь думать. Баба. Скрываемся, да? Ага. Три короля. А. У меня стрит. Флэш. О-о-о. Ну что, все, профессор, сдулся? Кстати, откуда знаешь мою фамилию? Ну, вы же Евгений Никишин, да? Ну. Ну, это же вы у меня на первом курсе сдавали экзамен. Правильно? Я, вы знаете, до сих пор помню, какие оценки вы получили по каждому вопросу. А получили вы два, два, два и два. Всего восемь? Всего каре, дебил. Я выиграл. Подождите, а как это он сейчас сделал? Ну, вы знаете, я, кстати, вас очень хорошо запомнил, Никишин. Вам папа диплом купил, потом должность купил, а вот мозги не купил. Ну, это, видимо, дефицит. Как он сделал это, я не понимаю. Да, повезло просто, мне кажется. Вы знаете, как бы вы сказали, везение это для лохов. А у меня вот здесь все же понятно. Это теория вероятности и третий курс. Хотя для вас это вообще неизведанный мир, плюс хаотичность возможных комбинаций с учетом корреляций на четыре руки в соотношении пяти известных и двух потенциальных. Вот, в принципе, и все. Слушайте, может, это его так с морковного сока пердолит? Ну-ка, да, я тоже попробую у тебя. О, ну-ка. Давайте-ка еще разок сыграем. Давайте. Ага. Так, ставлю. Так, поддерживаю. Увеличила. Ну что, профессор, в этот раз не везет? Как говорится, не везет мне в карты. Повезет в любви с вашей Кандидой Аркадьевной. Ну, во-первых, с Галиной Кондратиной, вот, творится еще вопрос, кому из нас с вами проведет, а в-третьих, я прямо сейчас изучаю матрицу вариантов и высчитываю ее детерминант, понимаете? Подожди, я смотрел матрицу, там не было детерминанта. Детерминант это со Шварценеггером. Да, точно. Вы знаете, на самом деле, это обычная высшая математика, хотя в ваших глазах Крутоголов, я вижу абсолютный ноль в понимании теории множества и распределении вероятности. Да, Крутоголов, это факт. Это, подожди, из всего, что ты сказал, я понял, только Крутоголов. Похоже на фамилию. А, это моя фамилия, откуда ты ее знаешь? Ну, вы знаете, если бы вы вспомнили, то в одиннадцатом классе я у вас преподавал, а вы сидели на задней парте и постоянно играли в дурака. И вы знаете, судя по всему, очень часто проигрывали. Ну, что, ориент, бабанк. Ха-ха, ну все, профессор, тебе крышка. Ух ты. Фулл хаус. Я вижу, что это фулл хаус. Это очень стильная комбинация, вероятность ее выпадения один к ста, а вероятность выпадения одинаковой комбинации у двух соперников одновременно, она, в принципе, приблизительно близится к нулю. Вот, но тем не менее, у меня на руках такой же фулл хаус, но при старшем наборе карт. И как любила говорить Галина Кондратьевна, когда ее в 56-м году хотели отправить на пенсию, на кося выкуси. Как это? Я не понимаю, как это так? Я политик, я не могу проигрывать обычному народу, я, я, да, все должно быть наоборот. Слушайте, вам не кажется, он что-то бубнит, 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 бубнит? А потом берет и все фишки забирает, а? Колдор. Катала. Катала. Число пивом хлебало. Послушайте, ну, на самом деле, в покер меня научила играть Галина Кондратьевна. Ой, вы до сих пор помните тот день. Значит, сначала она меня, потом я ее. В покер мы тогда так и не поиграли. Ну, вот что интересно, а потом в 53-м году на покорнах Сталина... Играй давай! Хорошо. Давайте. Кстати, вы Писаренко. Я. Вы Писаренко, да? Вы Писаренко. Вы Галину, так ее Кондратьевну, несколько раз обесчестили. Я? Когда? Тогда. Причем, есть свидетели, вы сделали это прямо на кафедре. Вы назвали ее лаборантом, а она уже тогда была заведующей кафедры. Я ва-банк. Опять? Да. Вы знаете, если бы вы ходили на пары, друзья, ну, то вы бы понимали, что у меня прямо сейчас на руках стрит-флэш. Вероятность высшей комбинации по моим расчетам где-то 1 к 10 в 13 степени или меньше. Вот. Но у того, кто дружит с высшей математикой головой, она выпадает в нужный момент. Поэтому вы можете даже не показывать свои карты, потому что это бесполезно, я никогда не ошибаюсь. Охренеть. Охренеть. Тварь. Падла. Ну, вы знаете, я бы на вашем месте вел себя прилично, между прочим, с нами дама. Хотя, кому я говорю, человеку, который обесчестил Галину Ягодку опять Кондратьевну, это еще и человека, который уже в те времена, 62-й год, уже красилась хной. Да хрен здесь Кондратьевна! Я не понимаю, как он третий раз комбинацию собирает. Ну, послушайте, если коротко описать мой процесс подсчета, то он выглядит примерно так. Сначала мы берем производную от функций, вот, потом восходим его по эксподенции, интергрируем по пределу 52, это по количеству карт, это же понятно, правильно? Вот, а затем будет среднелогарифмическая по основанию 4, то есть по количеству мастей. Ну, это если вкратце. Хотите, могу подробно? Слушайте, ну хрен с ним, с его комбинацией. Как он узнал, что у нас на руках ничего нет? Ну, это же тоже очень просто, потому что покер это не только математика, но еще и психология. Это как раз в том, чем сильна Галина Кондратьевна, у нее после инсульта так называемый покер-фейс, то есть лицо без эмоций. Поэтому вот с ней играть сложно, а с вами это же проще простого. Нет, ну правда, ну вот возьмем вас, да, крутоголовок, ну вот смотрите, ну вот мы когда волнуетесь, вы начинаете тужиться, тужиться, как будто у вас запор, вот. А в глазах у вас всего два варианта, повезет, не повезет, вот. Может, у меня реально забор. Тогда я рад за вас. А вот вы, вы постоянно, когда вы не понимаете, хорошая карта или плохая, вы постоянно чешите между ног. И, вы знаете, я хотел бы вас попросить, вы не могли бы не чесать мне между ног, потому что... Да, пожалуйста. А вот ты пузырь с вагонами. Не замолчи! Сдавай, давай. Надеюсь, потасовала хорошо, то это будет твоя последняя раздача. Мне кажется, она с ним со дно. Да вряд ли, вряд ли. Вы знаете, что интересно, я уже выиграл 14 тысяч, если мне в очередной раз улыбнется удача, она мне почему-то всегда улыбается, вот. То вероятность того, что мы с вами сыграем на заявленную ставку в 50 тысяч, очень близка. А почему я не вижу радости на ваших лицах? Блин, ну... Хорошо ж сидели. Пришло это чмо образованное. Весь вечер обговнял. Я в игре. Вы знаете, Крутоголов, очень хорошо, что вас не слышит сейчас Галина Кондратина. Она бы вас за такие аллегории, тубусом бы по интегралу и на синусоиду ваш маленький логарифм натянула бы. Слушай, профессор, ты не сидел случайно? Ну, вы знаете, на самом деле у нас, у профессоров, один год работать со студентами, как два года в тюрьме. Вот. Поэтому можно с уверенностью сказать, что у меня за плечами два пожизненных заключения. Может, с ним тогда в очко сыграть? О! Вы знаете, я так понимаю, что есть небольшая вероятность того, что ваши слова являются скрытой ректальной угрозой. Но, с другой стороны, я смею предположить, что все же речь идет об азартной игре, аналог которой носит название «21». Но, вы понимаете, просчет комбинаций там еще легче. Поэтому, ну, как сказала один раз Галина Кондратина, когда я пытался отказать ей в сексе, не стоит даже рыпаться. Так, ну что ж, сразу хочу сказать, ва-банк. Что ты творишь, да? Блин, опять. Я пас. Я тоже пас. У меня стрит. Ну, я пас. Так здорово. Так здорово. Вы знаете, что после трех удачных комбинаций и обычный блеф отлично сработал на четвертой раздаче. У меня шестерка и валет, но и они принесли свои дивиденды. Ой, прекрасно. Ну как? Ну, по сути, это же не математика, это психология. Блефовать меня научила, кстати, Галина Кондратина, да. Она три года водила меня за нос, говорила, что беременна. Да, пока я на ней не женился. Вот. Ну, что интересно, детей у нас до тех пор нет, а живот у Галины Кондратины есть. Будешь так блефовать, никогда детей не будет, понял? Ну, вы знаете, господа, давайте отпустим эту очаровательную даму с хорошими чаевыми и сыграем по-взрослому. Спасибо. Как сказали бы эти мужчины, спасибо, на хлеб не намажь. Поэтому принесите столько масла, хлеб я взял. Ну что, вот 50 тысяч, на которые мы сейчас будем с вами играть. Готовы? Значит так, ставка меняется. Теперь за этим столом минимальная ставка 100 тысяч. Понял? Вы знаете, Писаренко, вот вы никогда не умели держать слово. Не вы ли тогда сказали, что если я этому пришибленному профессору не сдам экзамен, я пересплюсь с вахтершей? А между прочим, женщина ждет. Она уже с тем мужчинам отказала, трех котов сбила. Вот так сидят в окно, смотрят все и так, где же Писаренко? Так, короче, у тебя только 50. Как играть будешь? Хорошо, одну секунду. Смотрите, один, два, три. Оп. Сыграли ваши ставки на рулетке. Спасибо. Чего? Сколько? Ну, на самом деле, вы должны понимать, это не мои, тут это Галина Кондратьевна. Вот, ну я 50 тысяч отсюда одолжу, а остальное я должен охватить на операцию. Да, да, непростая операция, она хочет сделать подтяжку, перетяжку всей кожи. Вот, ну что, что вы смотрите? Давайте сыграем. Кстати, молодой человек, где вы? Подставьте, пожалуйста, еще 100 долларов на цифру 7. А, тогда, тогда и мои вот 20 тысяч тоже поставьте на 7. Ставлю 50 на цифру 7. Смотри, вот здесь 100 штук поставь на 7. Думаете, мы идиоты, да? Нет, мы любим зарабатывать с простого народа. сыграла 7 на 10 черная 17 черная ты урод падла но ничего страшного я же тоже проиграл 100 долларов ну послушайте ну давайте уже и играть правильно давайте играть значит так ставка 100 тысяч играть будем вот этой вот моей колодой раздамся я лично давно я стира не масла вы знаете пока вы раздаете вспомнил я ведь сюда шел для того чтобы заработать денег на интерактивную доску для нашего университета потому что у нас раньше была доска но она стерлась вот а мел закончился еще в девяносто пятом поэтому мы знаете берем просто пальцем пишем на стене а вы плохо видно начали слюнярить видно но недолго такая давайте о вид на сергей класть раздавали ну что что тут думать я ва-банк я ва-банк ва-банк ну что профессоришка и я ва-банк блеф блефуешь скорее очкую как вы очкуешь на кону лимон баксов у меня это месячный доход а у тебя сумма неподъемная за всю жизнь а скажу вам больше это весь бюджет нашего университета за 21 век скрываемся скрываемся 4 как этого называется каре каре из дам пиковый стрит флэш крестовый royal flash ну вы знаете вероятность собрать самую лучшую комбинацию royal flash покере равна 1 к 649 720 вот а чтобы сразу две за один круг собрать это наверное никогда не понял у у тебя чё тоже flash royal да какой у неё там пара двоек я же раздавал а ну да ну да у меня пара двоек которые вы мне раздали я такую школу жизни прошел тебе не снилось пропит ну вы знаете перед тем как сесть за стол я заключил с владельцем этого казино несколько паре первый паре что я со 100 долларов дойду до розыгрыша миллиона это паре на 10 тысяч долларов на 10 тысяч долларов ты только что лям проиграл профессор какие 10 тысяч а второй паре было на 100 тысяч долларов что я проиграю миллион с комбинацией пара двоек не понял как как он это просчитал это было несложно но было еще и третье паре что на столе одновременно будет комбинация royal flash и кара из дам математически это невозможность только с помощью махинации карт возможно это сделать потому что дам всего 4 так что получается что моя комбинация посильнее ваш я же тебе три раздавал жадность прай разгубила четвертая была в рукаве вы знаете свои деньги я получу по-любому а вот вас теперь не пустят ни в одно казино не в легальное не в подпольное и мне кажется для вас это будет самое худшее наказание валим отсюда к чертям собачьего да я его сейчас ура я ему пашку проломлю а было еще четвертое паре что вы захотите начистить мне хлебала на 12 миллионов долларов а еще одно паре что вы сразу испугаетесь и свалите на 15 миллионов долларов а потом что вы вернетесь на 25 миллионов долларов саду ерунда вы дебили вы дебили дизель шоу нащадки козацкого роду сто речьями виборюють майбутнє української нации День Украинского Козакства День Украинского Козакства День Украинского Козакства Дедушка, а тут хотя бы зайчики есть? Да нету зайчиков. Я тебе больше скажу. Если так лес будут вырубать, то в этой стране и людей не будет скоро. АПЛОДИСМЕНТЫ Деда, а зачем здесь столько много пеньков? Чтоб на них пенсионеры сидели? Эй, внученька, лучше б за эти пеньки сидели те, кто их вырубает. Деда, почему у нас лес вырубают? Чтоб заработать. Заработать для людей? Для людей, но избранных. Причем самое интересное, мы же их и избирали. АПЛОДИСМЕНТЫ А где теперь все эти деревья? Кто где? Кто в Германии, кто в Австрии, кто в Италии. Они путешествуют? Ну, можно и так сказать. И назад уже больше никогда не вернуться? А почему вернуться? Через мебельные салоны. В итальянских кухнях, в столах, в стульях. А, деда, смотри, какая красивая елочка! Давай мы ее себе на Новый год срубим. Не надо рубить, она еще маленькая. Мы одну веточку отломаем и украсим. Всем стоять, всем стоять! Работает СБУ! Тихо, 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 не двигаться! Веточку держим так! Что? Дед Олечка! Что случилось? Кто? Вы обвиняетесь в провышенной вырубке леса. Четыре тысячи гектаров. Ага! Кто? Я один! Ты что, дед, думаешь, мы идиоты? Но? Вас же двое! Это моя внучка. Внучка? А, это значит, организованная преступная группировка. ОПГ получается. Какое ОПГ? У нас даже техники нет. А это что такое? Двадцатитонный самосвал. Какой самосвал? Мы... Одну веточку. Одну веточку? Вот так вот! По одной веточке каждый день и четырех тысяч гектаров, как и не было. Ага! Деда! Кто это? А, наверное, санитары леса. Волки? Походу, дятлы. Дед! Так, 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 так. А вот у нас и фура, гружённая кругляком. Какая фура? Гружённая по самые борта. Так, значит, кругляк отборный, 40 сантиметров шириной и... Так, хорош. Восьмиметровый. О! Давай запишем девять. Возьми очки, они тебе нужнее. Дедулечка, я и без очков вижу, что эта фура не растаможена. Что, дедушка, любим за границу мотаться, да? Нет, я за границей ни разу не был. А вот мой отец до Берлина дошёл. Так, Берлин, это что у нас? Германия. Германия, это Европа. Оба-на! Вот мы и накрыли международный синдикат чёрных лесорубов. Ну всё, дед, теперь ты сядешь минимум лет на десять. На десять? А что, всех лучших врачей в тюрьму посадили, что ли? Чего это? Ну, мне в поликлинике пять напророчили, а вы мне десять уже даёте. Ничего, дед, сядешь на зону, авторитетом там будешь. Чё это? Ну ты же уже лес валил. Дед, ну что происходит? Ой, внученька, есть два варианта. Либо у меня маразм, либо у них. А что такое маразм? Ну, это когда те люди, которые должны охранять лес, его же и продают. Так, дед. Ты давай это. Ты языком-то не ляпай. Ты, кстати, проверил его на оружие. О, кстати, оружие. Оружие есть? Есть оружие. Да вы что, у меня вот ножик перочинный. Спокойно! Спокойно! Тихо, 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 не рыпаемся. Изучи этот тесак. Так. Ножище перочинное. Ага. Так, есть, значит, открывашка и есть... Пилочка. Пилочка! Ну вот, дед, расследование и окончено. Да вы что, это ж пилочка для ногтей. Ей же даже сучок не перепилить. Ты кого сучком назвал, а ты стручок? Тихо, 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 тихо. Все, в управлении разберутся с тобой, дедушка. Поехали. Ребятки, у меня есть какие-то шансы? Шансы? А у тебя кум-министр? Нет. Дед-министр? Нет. Отец-министр? Нет. Значит, и шансов нет. Пакуй его. Погнали, погнали. Ага, вот они. Вот кто лес валит, видите? Вот они. Э, а ну стоять! Ага, попались. Будете понятыми. Да. Какими понятыми? Вы что, не видите? У них елка, они лес валят. Да чего, дед, слепой, что ли? Это лесники. Они вон идут елку садить. Так, вы узнаете этого, дедушку? Вы неправильно машете. Вы что, болгары? Вот сейчас правильно. Спасибо, до свидания. Свободные. Так, зафиксировали понятых. Дальше. Что ж такое? Это... О! О, слышите? Слышите, лес валят. А, нет, это у меня вибра на телефоне. Какое вибра? Вон же лес валят, ну слышите? Это бобры, дедушка. Какие бобры? Это наши знакомые бобры, пускай валят. А, понятно. Бобры нового созыва. Так. А это что такое, а? Что? Лопатка. Лопатка? Лопатка! Лопатка! А ну всем стоять! Всем стоять! Это специальный отдел ГБР по борьбе с незаконной добычей янтаря. Попался, дед? Какого еще янтаря? Так, за последние трое суток здесь было добыто 30 тонн янтаря. Кроме тебя я здесь никого больше не видел. Дед, 30 тонн янтаря маленькой лопаткой? Тише, тише, внученька, ничего не говори. А то соучастницей пойдешь. Так, слушай, ну-ка валите отсюда. Это наш, дед, мы его первое нашли. Это наш, дед, нам тоже план выполнять надо. А нам два плана выполнять надо. Так, мне надо покурить. Всем стоять! Ты кто такой? Украинская таможня. Что, попался? Старый контрабандист. Вот кто сигареты фурами вывозит. Какими фурами? Это одна пачка. Где одна пачка? Там и пять фур. Все, давай, дед, оформляем. Пошли со мной. Э-э-э, в очередь, в очередь давай. Если что, мы за вами. За нами не занимать. Все. Так, мне лекарство надо принять. Дедушка, не нужно, а то опять кто-то выбежит. Нет, нет, мне уже интересно, внученька, чем это все хрен закончится. Всем стоять, отдел по борьбе с котиками. А, с наркотиками. Да, правильно, арестовывайте этих наркоманов. Да нет, дед, ты мне нужен. Попался, я за тобой уже целый день в лесу охочусь. Э-э, это наш дед, он тут лес валит. Не, он здесь янтарь ворует. Да он олигарх просто контрабандический. Ну да, он же под наркотиками. Это наш дед, говори сейчас сюда. Добрый день, добрый день, это телеканал честных новостей. Только что была задержана крупная партия леса кругляка. Этот милый, на первый взгляд, дедушка обвиняется в массовой вырубке леса в Украине, а также добыче янтаря и контрабанде. Дедушка, миленький, это правда ваша внучка? Да, всё верно. Супер, из этой фразы смонтируем чистосердечное признание, благодарю. Вы что, я в жизни ничего не украл. Вот вам крест. Господи, ну вразуми ты их всех. Деда, а чё ты с вертолётом разговариваешь? Всем стоять, это рыбинспекция. Дед и внучка, вы обвиняетесь в вылове всей рыбы. В лесу рыбы нет. Это потому, что вы её всё выловили. Кыш, кыш отсюда. Что происходит-то, а? Поехали с нами, поехали в управление разберём. Нет, я без внучки никуда не поеду. У него заложник, внимание, у него заложник. Дед, не чуди, отпусти ребёнка. У меня на связи руководство, говори свои требования. Мои требования? Мои требования, чтобы в стране сажали виновных, а не искали крайних. Чтобы в стране закончилась коррупция. И чтобы думали не только о себе, а хоть чуть-чуть о будущем поколении. Вот мои требования. Понял, понял. Дед, я поговорил с начальством, они не могут выполнить эти требования. Им проще дать миллион долларов и вертолёт. А что ж происходит-то? Деда, а эти все люди вроде должны нас защищать. Да, а на самом деле они защищают своё начальство от нас. А зачем? Зачем, чтобы они наворовались и уехали из этой страны. А самое обидное, знаешь что? Что? Они-то уедут, а жить в этой стране вам. Ничего, деда, мы справимся. Дядя, возьми меня на ручки. Дед, подержи пистолет. Ох, возьму, конечно, чё уж не взять-то. Спасибо, ты очень добрый. Смотри, котик. Девочка, успокойся, девочка. Я! 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 Я лучше сам! Внученька, кто тебя так драться научил? Дедушка, жизнь научила. Я уже в государственный садик вхожу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ну, пошли! На рижачі веточку! Доброго вечера! Я журналіст телеканалу «Охренівший Київ». І ми знаходимось в Кончизаспі біля приватного маєтку, в якому сталася пожежа, полум'я якого майже п'ять гектарів лісу знищило. І все це тільки на одному приватному маєтку. За попередніми даними, ніхто не постраждав, хоча в будинку відмічали різдво більш ніж 500 людей. Як на тому горизвісному прокурорському весіллі? Не, люди! Так їм і треба! Ганьба! О, ви чуєте, як місцеві жителі підтримують погорільців. За попередніми даними, тут проживав хтось із прокурорів, що мають відношення до того горизвісного весілля. Гівна тут проживало, а не прокурор! Я вибачаю, шановні сусіди, ви можете не заважати? Ми не сусіди, ми пожежники. Зараз ми запитаємо у свідка цих подій, як це відбувалося. Орі лосос напалала, орі лосос напалала підне в дівчина. Тік-ток, привет! Доброго дня, шановні, можна до нас? Є пару запитань. Добрий вечір, дошка в плечі, щоб не було кровотечі. Скажіть, ви бачили, що тут трапилось? Я охоронець, знаєте, я все бачив. Значить, спочатку був концерт, потім пожежа, а потім народні гуляння. Різдвяні? Ні, на радощах, ви бачили, яка хата. Так, ви можете розказати, як все відбувалося? Ну як, ну полум'я спочатку розгорілась, значить, всі бігали, тішились, ну а потім приїхали пожежники і почали тушити. Скажіть, їм вдалося загасити плам'я? О, вони якось раптом перестали це робити. У них, мабуть, закінчилась вода. Вони просто взнали, чия це халупа. І що, ніхто не допомагав загасити пожежу? Чесно, було пару придурків, але люди дали їм тягла першими. А чому ви не допомагали гасити всіма можливими методами? Звісно, намагалися декілька відважних, прекрасних охоронців. Подзюрили прямо в епіцентр події. Я, звісно, чаю пив мало, тому не напрягався. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, з самого початку. Та, що там розказувати? Значить, у прокурора свято. Свято. Ви компетентний журналіст. Свято. Там такі тачки поприїжджали, номера КЕМ, ВЕР. Я такі тільки по тіліку бачив. Я взагалі думав, автосалон відкрили, купили, продали. Скажіть, а хто саме приїздив? Ну, ми маленькі люди, нам прізвищ не називають. Пам'ятаю, найкрутіша тачка була у батюшки і воєнкома. Не треба в захлеб. Настільки круті тачки, розумієш, що депутати і банкіри фоткали. Ясно. А з чого вони зібрались? Яке свято в них було? Ну, ми маленькі люди, нам знову не кажуть. Ну, знаємо по пропусках, що день народження. У прокурора? Ні, у якогось Ісуса. Прізвища не знаю, але дуже поважна людина. Вони кожен рік святкують його без нього. Мабуть, гарно святкували. А, гарно, боже, прекрасно. Алкоголь рікою лився, розумієш? Пожежа почалась, люди побігли до того озера, відрами плескали. А воно ще більше розгоралося, бо виявляється, то було озеро віськаря. До речі, 50 не хочеш, я не можу розібратися, то black чи blue. Але карасям не понравилось, мертві вже. Дякую, я на роботі. І я теж. Скажіть, будь ласка, хто саме тут зібрався? Та тут через одного були ізраїльські паспорти. Тут українські показало троє людей. Двоє показали паспорти вакцинації. І то дві собачки. Тих собачках на таких тачках привезли, що мені здається, що то родичі когось з... Скажіть, будь ласка, хтось був із зірок? Ай, всі були зірки, всі, що ти знаєш. Всі були тут, тут зжигали вони, тут. Всі був цей грач, мяч, врач, бограч, як ж його? Потім оця була, як і оця вся, ну, губи, груди, жопка. Ну, в кокошніку така співала, потім, звісно, був цей, як хатіко. Хатіко? Монатіко. А я сказав хатіко. Просто він так довго чекав, поки вона наспівається в кокошніку, що люди почали його підгудовувати. Зрозуміло. Тобто свято було дуже гучно. Я би... Огонь, я би сказав. Гучно було, торт був. Знаєш, скільки коштує? Більше, чим гонорар у хатіко. Великий, дорогий. Я не знаю, хто з нього мав вилазити. Казали, що, мабуть, вирищу. Скажіть, а як розважались гості? Ой, по-різному. Ну, загалом, як прості люди взимку. Кидались сніжками. Просто кидались сніжками? Непросто. Вони ліпили їх з кокаїну. І кидались. Потім вертеп. Прийшов кудас ж без вертепа. Який вертеп? Ну, прокурорські на них кажуть судді. З Печерського суду. Прям в мантіях. З косами, як смерть. Мабуть, прям з роботи приїхали люди. Так, а надавіщо вони взагалі приїжджали? Я не знаю. Вони п'яні були, паркан знесли, влупили з басейн. Прокурор так і сказав. О, слуги сатани приїхали. Коротше, но СС. Приїхали п'яні на машині, в басейн. Вони ж служителі Феміди. Як це могло бути? Як це могло бути? Головне, їх ніхто не доставав. Розумієте? Ну, бо така собі справа електрокар з басейна доставати житок, но в Шандарахне. Але електрофайр-шоу було прекрасне. Хлопали всі, навіть ми з колегами. Зрозуміло. Що було далі? А що було далі? А далі гуляли, гуляли, потім вийшли на вулицю, подивилися різдвяне привітання президента. На великому екрані. На лужайці. Перед будинком. Тобто приїздив сам президент? Ти взагалі в Бомонді розбираєшся чи ні? Чого сам? З колективом приїхав? Поржали. Все було прекрасно. Плескали рвань бешено. І потім президент залишився? Ні, він поїхав. У нього якась там зустріч у Амерсії. Я взагалі не знаю, чи то він був. Але всі зібралися і пішли за третій стіл. Солодке. Ага, розумію. Торт і чай. Ні, кокаїн і простітутки. Десерт. І що, прямо всі гості на це погодились? Половина, мені здається, заради цього і приїхала. А друга половина – це і були ті простітутки. Вибачте, але якщо тут були наркотики, простітутки, невже ніхто не викликав поліцію? Що ви ображаєте? Викликали? Ті ж простітутки самі не могли приїхати? Викликали, хлопці привезли. Чи ти думаєш, це Святий Миколай їх привіз, а? Ти маєш Бога в серці, шпака в голові. А, найголовніше, що і оця лабуда виступала. Останньою, правда, бо її на початку, знаєш, відвели до працівника. Ну, там губи, груди, ну всі можуть попутати, так. А потім, звісно, розібрались. Після оргії. Оргії? Оргії, то гра така, знаєш. Вони грають, бігають один за одним. Хто кого злапав, той того чпекає. Ти взагалі в бомонді розбираєшся? Не дуже. А ви не вигадуєте це все, а? Я вигадую. Ти шо, боже? Бачиш цей замок? Так. А коли у них та гра починається, ми з хлопцями ховаємся, закриваємся, читаєм молитву. Скажіть, а були якісь неочікувані гості? З не... були неочікувані гості, значить, був Янукович. Як? Той самий Янукович, колишній президент України? Ти знаєш якихось других? Може... Він був, його визвали спеціально на Оргію. Відповідальна роль. Я так розумію, щоб покарати. Ні. У нього роль говорити стоп-слово. Оргія в розгарі, він мав бігати і казати, остановітесь, остановітесь. Його ніхто не слухав. Ні тоді, ні тепер. Його привезли тільки для цього, так? Ні, він ще мав показувати фокус. Який фокус? Фокус зникненням. Мінти приїхали, його як корова язиком злизала. Коперфільд упітаний. Скажіть, а перед пожежою ви нікого підозрілого не бачили? Я хто? Я охрана. Так. Я, звісно, бачу штук десять. Значить, четверо які в розшуку, потім решта були які в СІЗО, але вони ж тут як свої люди, розуміюш, прокурора. Всі тут, всі, всі. Ви могли б за попередню інформацію приблизно назвати суму збитків? Плюс-мінус десять мільярдів доларів. Це все спричинила пожежа? А, ви про пожежу? Я думаю, ви про бюджет України і збитки, які господар з гостями наклав тут. Смішний, Боже. Я ще на вході бачив багато швидких, тож, можливо, хтось постраждав все ж таки? Ні, то таксі. Смішний, розвозка. Люди в порядні, в комендантську якось мають добратися. Ну, зрозуміло. Добре, а чим нарешті закінчилось свято? Ну, так як всіх нормальних людей, мощним фейерверком. Як фейерверком? Це ж заборонено робити зараз. Ну, хтось так і сказав, прокурор поржав від душі. Так ржав, що навіть фітіль не міг запалити. Я так розумію, він і підпалив будинок, так? Ні, почався дощ. Почався дощ, хтось сказав, йдемте в хату, там стеля висока, шандарахнем. Тепер зрозуміла причина пожежі. Ні. Ніколи фейерверк будинку ще так не горів. А тоді я не розумію, хто ж тоді його підпалив? Хто, хто? Головне управління розвитки України. Поки не знищимо внутрішнього ворога, не зможемо перемогти зовнішнього. Слава Україні! Героям слава! Дякую! 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 Нащадки козацького роду сторіччями виборюють майбутнє української нації. Щоденна віра і допомога стилу надають підтримку, сили та впевненість захисникам. Мета українського козацтва – вільне життя та захист земель від ворогів. Крізь покоління і до сьогодні наші цінності залишаються незмінними. День українського козацтва відзначимо разом із концертами «Дизель-шоу». 11, 12, 13 жовтня в Києві. Ми відзначаємо щороку, а зараз із гордістю продовжуємо підносити настрій українців. Нашу допомогу одразу відчують на фронті завдяки «Дизель-шоу». «Дизель-шоу» – традиційно, ідентично, патріотично та з вірою в перемогу. Дизель-шоу Васенька, внучек, ти би мусор виніс, сидиш цілими днями в компуті своєю граєшся. От, внук этот. Так, що там, інтересно, в новостях? В ефірі «Факты». В Києві продолжається волна ограблений одиноких пенсіонерів. Сьогодні, серед біла дня, прямо в своїй квартирі була ограблена 85-летня старушка. Злоумішленники украли 300 гривень і редкий чайний сервіс. Обща сума украденого составила 305 гривень. «Васенька, сиди в дому, никуди не ходи. Вон, що твориться і куди тільки поліція смотрит». В тому ж районі нові поліцейські ограбили пенсіонера прямо в поліцейській машині. По іронії судьбы, жертва поліції став пенсіонер МВД. Це вже не перше притуплення молодої і честній поліції проти старої і коррумпуванній. «От, і їздить, куди жик, а коли це все вже закінчиться-то?» І напоследок. Очередной конец света планирується в 2018-м году. Як утверждають астрологи, причиной може послужити новий календарь Укрпочты. Ужасне качество печати і 6 февралей просто убьет экономику України. «У мене таке ощущение, що телевизор со мною разговариваєт». «О! Ота квартира! Здесь эта бабка живет!» «Ой, кого це нелегка принесла?» «Бегу-бегу! Бегу-бегу! 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 Бегу-бегу!» «Ой, що ти сюди біжала?» «Кто там?» «Это пришли счетчики на свет смотреть». «А-а-а! Силы тьмы явились! Убирайтесь в преисподнюю!» «Ну да я!» «Кто там?» «Открывайте, это Жек!» «А это Клавдия Афанасьевна!» «Мы это самое, от начальника Жека!» «А я от Афанасья!» «Бабуля, открывай, это Жек!» «У нас уже месяц как ОСББ!» «Об этом все знают, но только бандиты не знают!» «Убирайтесь отсюда, бандиты!» «Кто там?» «Это ОСББ вас беспокоит! Откройте дверь, пожалуйста!» «А-а-а! В ОСББ одни бандиты работают!» «Мне больше Жек нравился!» «Да я!» «Придумают организацию, потом... Кто там?» «Ваш внук в полицию попал!» «Не может дозвониться! Собираем деньги на выкуп!» «Это не мой внук!» «Если б мой внук в полицию попал, его б сразу генералом сделали!» «Он, он как своих бандитов в компьютере шпуляет!» «Кто там? Кто там? Кто там?» «Гол, что ж вы робите, все сусиди снизу, вы нас заливаете кропом!» «Ой, ну и радуйтесь! У вас вода горячая бесплатно капает!» «А хотя нет, в следующем месяце я вам платежку принесу, вместе заплатим!» «Кто там?» «Вы верите в Бога?» «Последней платежки за отопление не верю!» «Кто там?» «Бабуська, бабуська, откройте двери, это мы и детки котика Васова принесли!» «О, вот придурки! Идите похороните его обратно!» «Неделя назад!» «Кто там? Кто там?» «Бабушка, открывай, это мэр пришел, гречку принес!» «Эй, у меня еще с прошлых выборов мешок остался! Будете раздавать черную икру, приходите!» «Открывай, бабка, хуже будет!» «Да я знаю, что хуже будет! Я ж новости каждый день смотрю!» «Кто там?» «Ой, беда пришла, открывай, ворота! Усем подъездом на похороны собираем!» «Ой, неужели Никитишна с 37-й квартиры?» «Она самая!» «Ой, радость-то какая!» «Наконец-то сдохла эта тварь старая!» «Вот ей, а не деньги на похороны! Вот фигу с табличкой на хрупе и припейте!» «Хорош Ваньку выляет, ну!» «Кто там?» «Бабушка, открывайте, это коллекторская компания!» «Да!» «Кто-кто?» «Коллекторы!» «А-а, калеки вы!» «Ребят, извините, ничем вам помочь не могу, самой денег нету!» «Извините!» «Короче, выносим!» «Короче, выносим!» «Короче, выносим!» «Внук, выключи музыку!» «Бабушка уже колбасит!» «О-о-о-о!» «О-о-о!» 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 «Здрасте, бабушка!» «Здрасте, чё, открыто было?» «Открыто, открыто было, бабуля, открыто!» «О-о-о!» «А вы кто, ребят, из какой организации?» «Из той самой бабушкой организации, самой нужной!» «Помогаем пенсионерам рассчитаться с их долгами» «О-о-о!» «Это что, как тимуровцы, что ли?» «Тимуровцы, тимуровцы, бабушка!» «Помогаем пенсионерам избавиться от их квартир в загазованном центре города» «И перевозим их в село!» «На чистый воздух!» «А там лес, грибы, ягоды, орехи!» «Ребят, может, вы голодные, а?» «Не, бабушка, мы не хотим кушать, спасибо!» «Нет!» «А я вот пирожков тут внуку напекла!» «Ты посмотри, деньги у вас, значит, на пирожки есть?» «А оплатить коммуналочку?» «Нет!» «Вот, пожалуйста, должок у вас 5000 гривен» «Ой, это за год, что ли?» «Это за декабрь» «Это, наверное, ошибка!» «Здесь, наверное, на весь дом» «Нет, бабуля, это конкретно ваш долг!» «А карточный долг и коммунальный — это святое дело!» «Надо оплачивать, бабушка!» «Вот так у меня денег нету» «Ну все вот так вот, да-да-да-да-да» «На то там эти муровцы, бабушка!» «Совершенно случайно у меня с собой оказались целых две тысячи долларов!» «Ого!» «И договорчик на куплю-продажу вашей квартирки!» «Так что, пожалуйста, бабушка, подписывайте!» «Так, девочки, подождите, а чё так дёшево за квартиру в центре две тысячи долларов?» «Так, рынок недвижимости, бабушка, рухнул!» «Понимаешь, в центре пенсионерам квартиры бесплатно дают!» «Лишь бы коммуналку оплачивали!» «Правда!» «Ну я б, конечно, взяла себе для внука ещё квартирку!» «Но я и эту оплатить не могу!» «Так, короче, вот это вот вынесем, вот это вынесем тоже!» «А что вынесем?» «Очки выносите, говорю уже!» «Внучек, Васенька, бабушке очки принеси!» «Плохо вижу!» «Ой!» «Здрасте!» «Это внучек мой, Васенька!» «Ребята, где подписывать?» «Подождите подписывать-то!» «Надо ж проверить всё, чтобы ошибок не было!» «Ну конечно!» «Фамилия ваша как?» «Кверостюки мы!» «А мы Поросюковы ищем-то?» «Поросюки нам надо, извините, ошибки!» «Счастливо!» «Стойте, ребята! Вы же ещё что-то вынести хотели!» «Мусор вынести хотели!» «Что?» «Мы же эти тимуровцы!» «Кто?» «Васенька, это калеки!» «Социальные службы!» «Хорошие ребята помогают пенсионерам!» «Не то, что ты!» «Железяки свои тягаешь!» «Камнями бросаешься!» «Самолёты зубами таскаешь!» «Кому это надо?» «Вот, бери пример с ребят!» «Они у пенсионеров скупают всякий хлам и выносят!» «Вот!» «Да!» «А мы тут глянули, хлама у вас вообще нет!» «Почти всё новое!» «Да, а мы пойдём!» «Гирьку не хочете прикупить?» «Дешево віддам!» «Гиря нужна вам?» «Да!» «Да!» «Столько денег у меня нет, надо в машину за деньгами идти!» «Стой!» «Ты ж мне только что к две тысячи долларов предлагал!» «Вот же они в кармане у тебя!» «Забылка века!» «Вы, вы, 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 вылетела!» «Вот, мальченька!» «Есть!» «Оп!» «Оп!» «Тихо, тихо, тихо, не дави грыжу!» «Мы завтра с этими, с краном придём!» «Игрушками, ага!» «Стойте, ребята!» «А так вы же хотели квартиру купить!» «Чую? Нашу?» «Да, ребята хотели купить!» «А Екатина?» «Да, вот в договоре указано!» «Странные ребята, говорили, не голодные, а сами бумагу жрут теперь!» «До свидания!» «До свидания!» «Стоп!» «Вася, ребята ещё сказали, что пенсионерам бесплатно квартиры выдают в центре города!» «А-а-а-а!» «Мне же положено!» «Хлопчики, а у вас какие квартиры?» «У меня однокомнатная!» «А у меня одна двухкомнатная!» «А Васенька как раз о трёшке и мечтал!» «Выделите бабушке трёхкомнатное, а?» «Конечно!» «Да, обязательно! Мы пошли за ключами и документами!» «В эту они зашли, да?» «Да вроде в эту! Давай звони!» «А я, прикинь, к этому подхожу, такой сразу, мы коллекторская фирма!» «А она сразу...» «Чё они там так долго?» «Ну что?» «Чё так долго с одной бабулькой возитесь, коллеги?» «А вы что, тоже тимуровцы, ребята?» «Тимуровцы, тимуровцы, да!» «Тимуровцы, да!» «Та это нормальные пацаны!» «У них точно бабки есть!» «Вони от меня...» «Позавчора, да?» «Жигулі купили за 50 тысяч долларов!» «Классная тачка!» «Ты уявляешь, так поспешали придбати, что догнали меня сзади!» «Ой, я молодец!» «О! А штаночку купил меня!» «Всегда!» «Штанку недорого!» «Хотел всегда!» «За двадцятку зелью!» «Недорого!» «Недорого!» «И блины!» «И блины за десятку!» «А письмен?» «Да?» «Сейчас как раз масленица!» «Акция! Акция! Распродуш!» «Эй! «Эспандер для вас есть!» «Пишли, покажи!» «А я давно хотел...» «А я пикаханем эспандер!» «Спасибо!» «Спасибо!» «Дизель шоу» «И сейчас тоже хотим поговорить на очень интересную тему. Мы хотим поговорить о современных машинах, об электрокарах. К примеру, муниципальная полиция Тернополя получила в подарок вот такие электрокары. Я не знаю, почему вы стали смеяться. Хотя, с другой стороны, я в ваших глазах читаю немой вопрос, на который я сейчас отвечу. Да, это машины. И эти машины, эти электрокары используются для патрулирования парков. С другой стороны, мы понимаем, полицейским выдали электрошокеры, электросамокаты, электровелосипеды, теперь уже электрокары, поэтому у преступников появился девиз «Хочешь победить полицию, просто выруби им свет». Но, с другой стороны, у электрокаров есть одна маленькая проблема, которая является большой. Они очень быстро разряжаются, поэтому иногда поговаривают, что когда вдруг необходимо нестись в погоню, полицейским самим приходится высовываться из окна и делать «уиу-уиу-уиу-уиу». Не знаю, правда это или нет, но давайте прямо сейчас попробуем представить себе такой электрокар после задержания преступника. Вот взял и не доехал в отделение и стоит на зарядке. Эй, начальник! А? Долго еще стоять будем? Не май месяц, холодно. Ну, сейчас зарядиться и поедем. Ты два часа назад это говорила. Кстати, я требую, чтобы время зарядки внесли мне в срок. Ишь ты, требует он. Да из-за тебя стоим. Из-за меня? А кто говорил, включи печку, включи печку? Вот, печка минус 25 километров. А еще 10. Это твое радио. Включи погромче, я этому зло люблю. А горький вкус твоей любви меня повинял. Вот до РУВД и не доехали. Я вообще не понимаю, за что меня в РУВД? Да за то, что ты вор. За то, что ты лес из форточки. Какой еще форточки? Вот это? Нет, я ее нес продавать на рынок. В 4 утра? Пока место займешь, там конкуренция бешеная. А че ж ты исползал по водосточной трубе-то? Чтоб соседей не разбудить. М-м-м, брехло. Ха-ха-ха. Да вы б меня хрен поймали, если б вы приехали на нормальной машине. Я бы вас услышал. А то подкрались на этом бесшумном электрочайнике. Значит, хорошая машинка. Только заряжается долго, падла. А ты батарею покусай и поедем. Я сейчас кому-то дубинкой как покусаю. Во-во-во-во-во. А че дубинкой? Че не электрошокеров? Дай-ка угадай его. Разрядились, да? Че, стоят на зарядке в отделении, да? Не в отделении, а в машинке. А, понятно. Ну, дай хоть позвонить родным. Каким родным? Ну, костылю и запонки. Кому? Маме и папе. Нет, телефон не могу дать. Потому что у меня 2% зарядки. И если он сядет, я не смогу отключить электромобиль от зарядного. Вот. А, то есть я так понимаю, что, вероятно, мы тут с ночевочкой, да? Я тебе говорю, давай бензина зальем и все. Да не поедет она на бензине. Да понятно, что не поедет. В салон давай зальем, подожжем и погреемся. Вот в отделении и погреешься. Понял? Блин, вас бы еще на троллейбусы пересадили. Вообще была такая идея. Но потом поняли, что неудобно по дворам за преступниками гоняться. Зато заряжать не надо. Экипаж 90-60-90. В вашем районе ограбление. А мы не можем. Мы на зарядке стоим. Хорошо, передам грабителям. Пусть ждут. Блин, вы не полиция, вы электровеники. За что это вас так на электрокары? Что, накосячили, да? С приусов бензин сливали, да? Да нет, это такой эко-тренд. Ну, чтобы спасти нашу планету. Чтобы спасти планету, надо мусор сортировать. Век воли не видать. Ты гляди какой, ты продвинутый. Потому что сортировка мусора – это основа основ. Вот я считаю как. Нормальных людей надо всех взять и оставить в покое. А мусоров всех отсортировать и на свалку вывезти. Шо? Шо? Ты мне поумничай этот... Поумничай этот... Ты... А шо ты мне сделаешь? Смузи не купишь? Эх, че ж она так быстро разряжается? Не пойму. Наверное, из-за обновления, как айфоны. Как только обновление новое выходит, сразу же батарея хуже держит. Надо вернуться назад, откатиться по прошивке. А это варианты до какой версии? До версии УАЗик. А старенькая, конечно, но надежная и дешевая. Викуся, Викусь, слушай, ну че, зарядилась? Да вообще-то только 5%. Блин. Ну слушай, давай поедем в другое место? Потому что здесь шопинг вообще отстой. Вообще ничего не купила. Яна, мы не можем поехать, потому что у нас разряженная машина. Ладно, ладно, пойду себе еще ничего не куплю. Яна. Хорошо, пойду еще попью кофе. Блин, с этими электрокарами уже по 5 литров кофе в день выпиваю. Слышь, ты подружке своей сказала, чтобы она поменьше кофе хлистала. А то когда мы поедем, ну, в следующей жизни, когда мы поедем, придется останавливаться у каждого кустика. Кстати, дай им в кустике сходить. Да потерпишь. Потерпишь. Да че ты впялишься в этот телефон, ну? Да потому что зарядка регулируется через приложение. Через Дию шо ли? Нет, приложение для зарядки электрокаров. А через Дию шо, не заряжается? Нет. Странно. Сейчас все через Дию. Раньше все было через Дупу. А теперь Дупа будет через Дию. Вот у нас краина, да? Шо не Ди ему, то в Дупу. Ничего, ничего. Вот сделает у нас дороги, как в Швеции. И электрокар сам будет ехать по ним и заряжаться. Подожди. Пускай они хоть одну дорогу сделают, которая переживет зиму. Хоть одну. Вот тогда поговорим. Экипаж 90-60-90. В вашем районе драка. А мы не можем, мы еще и заряжаемся. Пусть едет второй патруль. Их как раз и бьют. Влезли без очереди на зарядку авто. Ну просто у нас 5% зарядки только. Ладно, тогда вызываю скорую. Они пока на дизеле работают. Ага. У вас прям такая взаимовыручка. Да. Мы полицейские друг другу помогаем. Ну да. Это что еще такое? Это, ой, подождите. Да, да. А вы на вызов по драке? Нет, я с драки. Это нас бьют. Меня у коллеги отобрали в самокат. Бегите отсюда, а то они сейчас и за вами прибегут. Э, 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 слышь, электрик. Может, ты нас на трос возьмешь и потянешь? Да нет, вы что? У меня батарея слабая. Блин, вам надо раздавать для зарядки ебанитовые палочки. А обо что же мы их тереть будем? Друг об дружку. Обниметесь и... Вы же ебаниты. Я вот в шоке. Электромашины, электросамокаты. А что дальше будет? Полиция на сигвеях или на моноколесах? Тихо. У нас все записывается. Не подкидывайте им идеи. Лучше бы нас на лошадей пересадили. Не, ну на лошадей это как-то неправильно. Почему? Ну, бараны на лошадях это цирк. Так, а на разговорчике мне тут... Ого, ну чё, чё, чё. Вещь ты! Расписался. Хе-хе, чё, 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 чё. Офигеть. Ещё дождя только не хватало. Слышь, ну пусти в машину. Нет, нет, не положено. Нельзя находиться в электрокаре, когда он заряжается. Ну, пописать хотя бы отсутствие. Нет, и туда тоже нельзя. Блин, ну ты вообще бездушная, что ли? Вас вообще вот возьмут скоро и заменят. На кого? На роботов-пылесосов. Будут ездить по городу сине-белые вот такие вот роботы. И сбоку будет только купюроприёмник, чтобы на месте всё порешать. Вика-вика-вика-вика-вика-вика-вика-вика-вика-вика. Виктория! Хачу с тобой на море. Яна. И Куся, ты тут, короче, в магазине, это, дегустанцы шампанского. А у них акция классная. Приведи друга, получи третью бутылку шампанского в подарок. Викусе. Яна, я на работе. Я тоже. Ты понимаешь, тут можно совместить и рыбку съесть. Яна! Шампанского выпить. Я не пойду, ну что ты. Мужчина. Да. Добрый вечер. А вы свободны? Абсолютно. Вот только наручнички сними. Наручники? Ты что, плохой мальчик? Ага. Тебя надо наказать. Да. Яна! Иди пей кофе. Закусывай там. Теряем подругу твою, теряем. Ты бы ей такси вызвала. Да я вызывала. Оно по дороге разойдилось. Да выйди на дорогу, останови машину. Скажи, я конфискую ваш автомобиль для следствия. Это можно только в экстренных случаях, при погоне. Ну так отцепи меня и догоняй. Внимание всем экипажам. Угнали электромобиль. 10% заряда. Можете не спешить. Автомобиль ползет в сторону Борисполя. Берите его на ближайшие электрозаправки. А я смотрю, грабители тоже потихоньку деградируют, да? Ничего вы не понимаете. Это автомобили будущего. Я вот слышала, что в Форсаже 10 будут только электромобили. Ага. Я представляю этот блокбастер. 10 минут экшена, полтора часа зарядки и титры. Офигенное кино. Слышишь, а у тебя люк в днище есть в этой машине? Какой люк? Ну дырка в полу. Зачем? Ну чтоб ты ножки высунула. И как флинстоуны. Ябадабаду! Очень смешно, очень. И кусь, и кусь, и кусь, мы спасены. Значит так. Шланг, канистра. Осталось только найти точно такой же электрокар и... Отсосать электричество. Офигенное. Яна, ты как отсосешь электричество? Слышь, Янка, у меня еще одна идея. Вот тут поликлиника рядом. Пойди, запишись на электрофорез. В очереди скажи, что тебе только спросить. Зайдешь, скажешь, насыпьте мне электрофорезу вот в ладошке. Сюда принесешь и фу, зарядишь машинку. Я круче придумала. Давай. Значит, я сейчас иду в магазин, в рыбный отдел, покупаю там электрического ската, вот она зарядит машинкой сейчас бегом. Идея бомба вообще. Ты закусывай, Яна. Блин, да это уже гроза. Ага. Давай, отцепи меня. Садись за руль, я толкать буду. Да, ага. Хочешь убежать? Блин. Ну ладно, хорошо. Давай я за руль сяду, ты толкать будешь. Конечно. Хочешь угнать? Хм, куда? До следующей розетки. Мы можем вместе толкать, а... А за руль кто сядет? Ну... Твоя ушатанная подруга? Она же эту машину ушатает. Так, это шовинизм. Ну ладно, хорошо, пускай садится за руль, женщины с бытовыми переборами вроде ладят. Это сексизм. Ладно, хорошо, давайте вы вдвоем будете толкать, а я буду за рулем. Это феминизм. А, феминизм это можно. Господи, а какой х** вы думаете? Вы не можете на работе думать хоть иногда о нас, о преступниках? Ё-моё. Блин. Ты видела? Ага. Только что, в машину молния шандарахнула? Чё, серьёзно? Ё-ха, вот вас боженька и наказал. Ну почему же наказал? Машина полностью заряжена. А-а-а! Ты ж мать, чё! Да отцепляй меня, она горит, зараза! А-а-а! Ё-моё! Секундочку, секундочку, вот. А-а-а! Стоять! А-а-а! Мужчина, вы, кажется, писать хотели. Можете? С-с-слегка об... Подожди, подожди, подожди. Ты хочешь, чтобы я подписывал на полицейскую машину? Не, не, я хочу, чтобы вы её спасли. Я, я бы с удовольствием спасал полицейскую машину. Но я, в отличие от вас, в школе физику учил. А там чёрным по белому сказано. Бегуся, у меня тут певцит, я не можу, чхараса стала на него. Не, убери! Убери его! Е-е-е, ты чё творишь? Ты чё творишь? Нащадки козацького роду сторіччями виборюють майбутнє української нації. Щоденна віра і допомога стилу надають підтримку, сили та впевненість захисникам. Мета українського козацтва – вільне життя та захист земель від ворогів. Крізь покоління і до сьогодні наші цінності залишаються незмінними. День українського козацтва відзначимо разом із концертами «Дизель-шоу». 11, 12, 13 жовтня в Києві. Ми відзначаємо щороку, а зараз із гордістю продовжимо підносити настрій українців. Нашу допомогу одразу відчують на фронті завдяки «Дизель-шоу». «Дизель-шоу» традиційно, ідентично, патріотично та з вірою в перемогу. «Дизель-шоу». Ох ти ж, щось мені, щось мені стрімно перед приходом цього нового генералу. Ага. Я того начальства бачив-перебачив. Всі вони тупі, страшні і пузаті. Не то, що ви у нас товариш полковник, умний, стройний і красивий. Так точно. Наш товариш полковник – найлучший полковник в мире. А вот це – чистая правда. Так, полковник, скажіть, а че ви генералом не пошли, а? Мозгов нехватило. Странно. Це ж у нас в органах вроде положительний фактор. Мозгов нехватило 50 штук за несті кому надо, щоб дали цього генерала. Я думал, за выслугу лет, само собою. А вот я вам заніс, щоб на ваше місце попасться і... А я вам. А я вам. Так, так. Так. Виноват. Ви давайте ще ляпніть це перед новим генералом. Я вас повпиваю тут. Товариш полковник, а що со старым генералом случилось? Що-що. Вже тиждень як нема. О-о-о. Надо помінуть. Ти... Тіпун тобі на язик. Чоловіка на пенсію просто відправили. А-а-а. Так я не зрозуміло. А кому ми вже неділю деньги заносимо? Це що, твоє діло? Людина пішла собі на пенсію. А система працює. Ми просто зараз скирдуємо гроші у нього в кабінеті. А новий прийде, вже буде сам рішати. Кому давати, кому не давати. Ну, правильно, правильно. А хто що про цього генерала чув? Хто він? Що він? Та чув. Чув, що такий жорсткий. Що наказує при любом, любом пройшістві. Понимаєш? Як? Виговор. Штраф увольнення? Та кажуть, що хуже. А як конкретно хуже? Не кажуть. Я усіх вже спитав. Всі. Очі в пол і мовча. Кажись, йдет. Айхо. Здравствуйте, мальчики. Разрешіть представитися. Генерал Голубчик. Здравия, товариш генерал. О, отставить, отставить ручки, отставить. Це все пережитки прошлого. А я сюди якраз поставлю, щоб реформувати всю эту вашу систему. Ні словом, а делом, так сказати. Ну, какой слабенький. Ой, мені званять з міністерства. Да, Пуся. Ну, тепер понятно, как он всех наказывает. І почему люди потом в пол смотрят. Господи, мені ж півроку до пенсії залишилось. Так вот для кого ми тут парад охороняли? Алло, 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 Гумчик. Привет. У тебя должність ще на охранника осталась там? Да хоть в дачний поселок. Две, две давайте. Жестче. Жестче накажи его. Да, вот так. Три. Три. Три должности. І мені, і мені возьміть. Все, закінчились? Три. Понял. Возьміть хоча б собакой. Так. Смирно. Це що таке? Це що за випуклості такі? Це фу-фу-фу. Ви должны быть в хорошій формі. Що за щетина? Збріць. 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 Старшого по званію. Збріць. 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 уже давно возглавляют гражданские. Я разрушу все эти стереотипы, что подумают о полиции народ. Я боюсь, что вы их еще укрепите. Разговорщики. Так, сейчас мы поговорим о вашем будущем. А вот ты лейтенант. Скажи, ты генерала хочешь? Никак нет. Странно. А ты, майор, генерала хочешь? Никак нет. Не так воспитан. Ну, хотя бы ты генерала хочешь? Никак нет. Ну, подожди, ты же подполковник. Ну, неужели ты ни разу в жизни не хотел, ну, хотя бы полковника? Никак нет. Петрович, что это было за пауза? Плохо. Плохо, что не хотите. Вы у меня все будете хотеть генерала. Ясно вам? А чтобы генерала добиться, нужно прекрасно работать. Кто будет хорошо работать, будет получать от меня личную премию. Зая, скажи, вот премию хочешь? Нет. Не, моей зарплаты пять шестьсот. Не то, что на месяц. На два хватает. Николай не думал, что это скажу. Ну, а ты премию хочешь? Никак нет. Голодать буду. Врага в тыл не пущу. Ну, а ты хотя бы премию хочешь? А я бы от премии не отказался. Что, у меня машина в кредите, кручусь, как могу. Молодец. Фамилия. Криница. Теперь ты Китя. А что, мне нравится. Китя, зайдешь ко мне после собрания, а я тебе дам личное задание. Эй, чекай-то, а может вы и лейтенанта возьмете? И нас молодой, и креативный. Это задание слишком личное. Так, лейтенант, подъем. Подъем, подъем. Так, скажите мне, переаттестацию все прошли? Так точно! В хорошем смысле этого слова. Проверим. Все еще раз через меня пройдете. А, ну все. Теперь у нас как в шоу-бизнесе будет. Товарищ генерал, а кто уверен, что через вас не пройдет, может идти уже заявление писать? Ну, ты хотя бы попробуй. Нет. Ну, один раз. Нет! Ну, один раз, как говорится. Можно попробовать? Не смогу я. Нет. Ну, что ты на себе наговариваешь? Посмотри, какой же ты крепыш. Вот, насчет полковника, я сомневаюсь. Спасибо за комплимент. Товарищ генерал, а вот вы говорили, будете поощрять. А как именно? А вот как вы раньше отдыхали, Китя? Расскажи. Ну, как, мы в сауну ездили с девочками там. Ну, вот будем так же в сауну ездить. О! Ну, только без девочек. М? На меня, наветь не дивиться, мне не можно из-за возраста. Жаль, я б тебя венечком отхлестал бы. Не-не-не-не-не, докторан не разрешают. Товарищ генерал, вам письмо. Ой. Танцуйте. Я представляю, яке будет шоу на день МВД. Знакомьтесь, это мой личный помощник. Мы с ним такое прошли. Ой, я даже представлять не хочу. Так. Кстати, один из вас будет моим заместителем, моей правой рукой. Я левша! А у меня руки заняты. Ну, вот как раз такие мне и нужны. Фамилия. Лейтенант Бжилка. Теперь ты сладкий. Сладкий. Будешь моей правой рукой. Левша, говоришь? Так, что нам здесь прислали? Ой, ой-ой-ой, как здорово! Нам разрешили в эту субботу провести тимбилдинг. Вау! Это шоще за извращение? Темнота. Тимбилдинг. Это групповые занятия по укреплению командного духа. Групповые? Это прямо сверху разрешили? Ну, конечно. Товарищ генерал, скажите, долго этот долбилдинг проходить будет? Ну, обычно целый день. Ох, жесть. Это ж сколько водки взять надо. Зачем водка? Вы что? Основное правило тимбилдинга никакого алкоголя. Да как же без водки потом это все забыть? Зачем забывать? Я не понимаю. Весь день будем прыгать, кувыркаться, резвиться в лесу. Ну, хоть в лесу. Хоть не все побачат. Кстати, о людях. У меня поступили жалобы, что вы неправильно проводите задержания и обыски. Я сейчас вас научу, как это правильно сделать. Зая, начнем с тебя. А что сразу Зая? Вот ваша любимая Китя. Зая, ты у Китя главный. Показывай пример. Давай Китя, либо ты сейчас обыскиваешь меня, либо я обыскиваю тебя. Нет, лучше я вас, чем вы меня. Ну, ты видишь, давай. забывай. Ну, все в порядку. Может, и ты далее. Да, это слишком быстро. Ты же даже ничего не почувствовал. Слава Богу. Так, это слишком беглый осмотр. А преступники обычно прячут оружие в труднодоступных местах. А вот для труднодоступных мест у нас специально есть лейтенант сладкий. Для лейтенанта будет свое мое задание. Лейтенант, шаг вперед. Заламывай мне руки и клади на пол. Разрешите, я тоже досмотр проведу, а? Не-не-не, я уже все досмотрел. Ничего нема. Ну, не хочешь заламывать, просто надень на меня наручники. Ну, вот, наручники, давай. А, глаза вам надо завязывать? Зачем? Просто одевай на меня наручники. Может, нам краще выйти? Нет, я хочу, чтобы все смотрели. Лейтенант, мне глаза завяжи. Товарищ генерал, а можно сразу весь список ваших заданий, бо я уже после наручников начинаю думать, что той кредит мне не так уже и муля. Так, все, дальше без меня, я увольняюсь. Стоять, майор, кругом фамилия. Петренко. Теперь ты Петренко. О, не взлюбив. Ты, Петренко, будешь меня допрашивать. Допрашивать? О, допрашивать это мы легко, это нам нравится. У вас как, товарищ генерал, допросить, с синячками или без? Вот это основная ошибка. Нельзя так допрашивать людей. Нужно сначала понять человека, почувствовать, что у него внутри. Так, я и дубиночкой могу почувствовать, что у него там внутри. Да? А, ну, зайдешь ко мне со своей дубинкой. Так, теперь ты, Китя. Извините, я, Китя. Да, извини, Китя. Зая, давай, вынимай свой главный инструмент. ствол, ствол. Ствол? Ну, да, или как вы его там называете? Давай, вынимай. Я хочу посмотреть, в каком он у тебя состоянии. Давай. Что, при всех? Ну, а что ты боишься? Или, или он что, у тебя не при себе? Как это он не при себе? Он завжды и при мне. Всю жизнь. Так вынимай. Я хочу посмотреть, чистишь ты его, не чистишь. Так, на что его вынимать? Чищу, конечно, каждый день чищу. Ну, хорошо. Маслом смазываешь? Ну, когда жена просит, то смазываю. Не понимаю. А часто стреляешь? Ну, зараз, конечно, уже не так часто, как раньше. Ну, раз в месяц могу стрельбануть. Это очень, это очень плохо, мало стреляешь. Жена, так вас же говорить, мало. Нужно чаще стрелять, или у тебя что, рука устает? нет, нет, а... А кто вам сказал? Петя? Вы у меня все будете стрелять. Вы у меня из двух рук стрелять научитесь. Вы у меня со стволами засыпать в руках будете. Ясно вам, чтобы завтра стволы были у всех почищены и дуло смазаны. Ясно? Так точно. А теперь резисте, работайте и помните, я за вами слежу. Бегом, марш! Ничего же себе! Они так на армативах никогда не бегали! Заигрался? Виноват, товарищ генерал. Что у нас там? Баня готова, девочки ждут. Это хорошо. Сейчас пойдем в баню. Ну, только надо в министерство позвонить, сказать, что работают реформы. Работают. Алло, пуся? Ого, извините. Товарищ министр, работает ваша система. Молодец, товарищ министр. Молодец, товарищ министр. Умница. Алло, полиция? Я по акции спиньмать барыгу. Эээ, так, спиньмала. А сколько вы мне заплатите? Яка вага? Ну, килограм, килограм 200. Ага. Ого, це в донорах? Класс. За одного барыгу стільки бабок. А, це вага наркотиков має бути? Ну, я наркотики знайду, а ви приезжайте. так, так, ага, приозьор на 45, так, другий під'їзд, далі в підвал, який мав бути бомбосховіщем. Все, чекаю, чекаю. сиди там. Ага. бомбосховище, яке ти пазло, так гарно відремонтував. Ось. Бабуль, ну, я не барыга. Мовчи. Барыги, це ті, хто займаються наркотиками. А ти типу не займаєшся. Ні. А на це що ти скажеш? Ось, ось. А що це таке? Це результати голосування за легалізацію. Бабуль, а то ж митичний канабіс. Він потрібен важкохворим людям. Я знаю, він тобі скоро знадобиться. Я про другое. Це результати голосування за порнографію. О, що ти? За таке можна тільки під наркотиками голосувати. Бабуль, це якийсь розіграш чи що? О, ось я, ось, коли останній раз побачила платіжку за газ, так само сказала. Це якийсь розіграш? Бабуль, ну, я не вживаю наркотики. Зараз, зараз перевіримо. А ну, дюрь в баночку. Я не буду. Допомогти? О, не треба перевіряти. Видно, що у тебе і так ломка, наркоман. Ломка, ну, бабуля, ви можете просто сказати, що ви від мене хочете? Є у мене одне бажання. Ой, давно мріяла з народним депутатом зробити це. Ні, ні, я не буду з вами. Ти що, збаченець, сфотографувати? Ось, а то, ні, 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 повірю, що саме я тебе спіймала. Опа. Хе-хе-хе, це, хе-хе, я вже думав, ви щось інше хочете зі мою зробити. Ні, щось інше з тобою вся країна хоче зробити. Оце правда. Так, щось, менти довго їдуть. Так, пограємо з тобою в спортивні ігри. Давай. Опа. Бабуля, я взагалі-то в бейсбол не граю, я навіть правил не знаю. Так, там все просто. Береш біту і б'єш по м'ячиках. Ага. Ага. Бабуля, а може краще в інший якийсь спорт? Давай в інший. Не хочеш бейсбол, будемо в крокет. А, це вже взагалі не спорт. Не спорт? Ну, добре. Не хочеш займатися спортом, давай, це, кіно дивитись будемо. Яке ще кіно? А, 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 не пам'ятаю, може давно. Там є одна сцена гарна. Яка сцена? Я тебе зараз нагадаю. ня-ня-ня-ня-ня. О, господи, як це розвидіти? И повтор. Опа! Блин, навещу я другий раз поделюсь. Так, ну и після основного инстинкту моя улюблена сцена с 50 витинках сирого. Бабуля, может капитошку? На тебе, капитошка. Слушай, а сколько ты весишь? А что? Я вот думаю, может замест барыги тебе как кабана сдать на мясо. Не-не-не, лучше как барыгу. Алло, Микола, а почему ты сейчас кабанчиков приймаешь? Ну, можно целого, можно по шматочкам. Ну, целого? А чим годовали? Гу-гу-гу-гу-гу. Икрою годовали, омарами, устрицами. Так, запивав коньяком и нитним. Та правда? Ты трубку кинул. Не ввелись? Ну, Бабуля, а вы можете сказать, сколько вы хотите? Сто тисяч. Не вопрос. Не вопрос. Евро или доллары? Готовка? Без нас. Сто тисяч таких гадов, как ты, по всей стране развелось. Прокуроры, менти, продажные, депутаты, судья. Ось как вас всех пересудят. Ось тоди в стране все пойдет как по маслу. Правда? Правда? Вот так будет. Все пойдет. Бабуля, сейчас война в стране. Не на часе сейчас критиковать владу. Ой, хорошо, что ты вспомнил. Так. Один за законом военного часа барыга за крадежку бюджетных коштів засуджується до смертного покарання через несчастный випадок з гирою. Бабуля, я хочу очистити свою душу. Можна батюшку? А навіщо, батюшка? Я сама тобі зараз карму прочищу. Ага, ага. Бабу, бабу, бабу. Але з другої сторони… Допоможіть! Рятуйте! Ага. Ось все мы вам кричемо. Допоможіть! Рятуйте армію! Людей! А вы начинете? чуете все хапаете и хапаете ну будь ласточка ну пощадить меня а хочете я вам пенсию збільшу давай а вы мне розвяжите руки я зараз визьму телефон и все переведу ага знайшов дурных я сама твой телефон зараз нельзя ой ой все стояно якась ноги стараче Бабушка, 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 это не телефон. Ой, это я до твоей депутатской недоторкнутости доторкнулася. Где телефон? Пиджаку. Пиджаку, давай, так. Бабуль, ну ви не розберетесь, це складний гаджет, це айфон. Що? Я в дії заареєструвалася. Досі шия болить. Ого. Так, скажи пароль. Там немає паролю. А, хвейс-айді? Ви про це знаєте? Знаю, знаю. А ну диви. Хе-хе-хе-хе-хе. Депутатська недоторкнула. Ось так. Так, заходимо в приват. Ще раз. Своей сайді? Ні, ні. Я доторкнуся. Добре, я сам. Так. Ого, я в житті стільки нулів не бачила. Бабуля, ти не дивись на нулі, ти переводь свою тисячу і все, розв'яжи мене. Так. Благодійність на ЗСУ. Один нуль 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 нуль. Е-е-е, бабула, це вже сто тисяч. Згодна. Замала. Ще один нуль. Хопа! Е-е-е! Відправили. Картка пуста. Так. А це що ти? Е-е-е! Це не тобі! Це теж конфіскуємо. Зараза. Так. Я тебе запам'ятав. Я тобі таке життя влаштую. Це і мене запам'ятаєш. Ха-ха-ха! Ще гірше, ніж 2 500 гривень у місяць? Думаю, гірше вже не можна. Ха-ха-ха! Як ти ще не здохла з такою пенсією? Я тебе ще переживу. Розумів, гад? Ну, добре, бабулі, давай домовлятись, а? Давай я на тебе перепишу свою машину і квартиру, а? А ти мене відпустиш. Добре. Але не ті, що ти в декларації указав. Старий Жигуль та однушка в Житомирі. А в справжність вій дім і Галінтваген з Ролс-Ройсом. Як ти це все знаєш? Але мій будинок кончу заспій на 2 500 квадратів. Депутатська недоторка. Опа! Давай, давай, давай. Опа! Все. Тепер у біженців є новий дім. Опа! Допоможіть! Рятуйте! Рятуйте! Тихо! 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 Тихо сказала! Є хто живий, а? Є, є. Ми тута. Ми тута. Поліція Києва. Викликали? Так, викликала. Де барига? Ось він. Барига сидить. Что-то он не похож на барыгу. Ну, так это же не дребный барыг. Это, можно сказать, верховный глава всех барыг. Король. Сейчас мы у него спросим. Доброго дня. Хлопцы, я народный депутат. Эта бабушка выкрала меня. Зарештуйте ее. О, слышали? Сам узнався. И он из бюджета крадет барыга. Вибачте, бабуся, але мы такими справами не занимаемся. А гвалтуванием вы занимаетесь? Так. Он меня гвалтовал. Голи! Чем? Недоторканістю? Сначала законом про пенсийный век, а потом еще подвищением к комуналке. Ось тим. Я же скажу, бабуся. Мы такими справами не занимаемся. Мы занимаемся наркотиками. Те, что вы менти наркотики крышуете, и так все знают. Так, обережнейше. Потом мы и вас заарештуем. Ой. Хочешь фокус? Диви. О, сколько бы было. Ты за бабкой дивись, а бабки с брати будем. Это моя, моя. Это моя. О, дякую, бабуся. Меня больше залишится. А знаешь, в чом фокус? Чего? Одна бита, три барыги. Бабуля, ты что сделала? Ты же ментик вырубила. Та, это же продажный. Они же и тогда в залу игровых автоматов крышуют. Мы давно за тобой следуем. Прогнило МВС. Эй. Ну ничего. Я вас всех на інши три буквы сдам. Бабуля, можешь на будь-який три буквы мене сдать. Хочь ТБР, хочь СБУ, хочь ГПУ. Меня выпустят наступного ж дня. А я в ЗСУ звоню. У меня сейчас внук там. Ось он повернется, и у вас будет правильный суд. И вы уже от него не отвертите. Бабуля! Бабуля! Субтитры создавал DimaTorzok